Загородные дома в снегу по самые окна. Крыши покрыты метровыми снежными шапками. К баням и другим дворовым постройкам узкие тропинки вдоль сугробов. Именно так выглядит сейчас частный сектор. Такое количество осадков – угроза домам, которые могут оказаться в зоне подтопления в результате поднятия паводковых и грунтовых вод. Сейчас сидеть сложа руки не надо, потому что может произойти невозвратные события в плане подтопления фундамента, обводнения грунтов, что может привести к просадке фундов и выявление перекоса всего здания. Сейчас надо подготовиться к встрече достойно весны. Первое мероприятие, к которому можно и нужно приступать – очистка крыши от снега. Сейчас во время таяния его вес увеличивается вдвое, что небезопасно для кровли. И очистка дома от снега по всему периметру. Так менее вероятно попадание воды под фундамент. Ширина траншеи должна составлять полтора метра. И это важно сделать не только в доме, находящемся в низине, но и стоящем на высоте. Если у вас есть горизонтальные швы, то есть фундамент выполнен из блоков ФБС, и протечка идет в подвал через горизонтальные швы, то надо их заделать упругим гарметиком для того, чтобы предотвратить ремонт. Ну а по лету надо будет прокопать фундамент по периметру и восстановить гидроизоляцию. Можно сделать просто обматочной гидроизоляцией. Если этого не позволяет, то надо делать бетонную стенку, сделать бетонную ванну или саркофаг. Либо можно сделать простой дренаж битым кирпичом и щебнем. Приготовьтесь к худшему, говорят специалисты. Затопление может быть даже там, где его никогда не было. Запаситесь хорошим мощным насосом для откачки грязной талой воды. Если у вас есть поблизости дренажный колодец, либо сливная канализация, то надо их прочистить для того, чтобы было место, куда стекалась талая вода. Снег с приусадебной территории лучше вывозить. Нет возможности подъехать спецтехнике. Разбейте периметр на равные участки и поочередно вручную очищайте каждый из них. При этом снег складывайте не на землю, а на небольшой кусок линолеума. И перетаскивайте его, например, за ворота дома. И еще момент. Не оставляйте в беде пожилых соседей или тех, кто не может самостоятельно почистить снежные заносы.